Я устал от состояния призывания и понуждения в исполнении своих обязанностей. Я прошу помочь мне в этой части, Дмитрий Геннадьевич, в отстранении от власти таких людей. У нас есть на этом с вами полномочия. Как раз за неисполнение обязанностей правительства ЖГХ. Виктор Зимин сегодня настроен жестко. Уволить обещает главу вершины Тёи. Поселок на днях буквально завалило снегом. Жители оказались в снежной ловушке. Из-за нерасчищенной дороги люди долгое время не могли не выехать из поселка, не въехать в него. Усуясь надо иметь в конце концов коллеги. Ну люди, вы же им обещали все на выборах, мы вас будем любить. Еженочно, ежедневно. Еще одна горячая тема заседания – долги по зарплате перед строителями, которые возводили жилье для погорельцев в Шира. В середине января была создана специальная рабочая группа во главе с Сергеем Новиковым, которая занимается долгами. Субподрядчики признали, что на сегодня они задолжали строителям чуть больше 11 миллионов. Конечную сумму долга обещают озвучить в конце февраля и передать все документы в суд. На данный момент, в январе, сдали документацию 40 субподрядных организаций из 53, причем по 4 субподрядным организациям уже получены решения судов, то есть просуженные и есть исполнительные лиственные указы. Особое внимание глава уделил проблеме налогообложения в Хакассии. Бизнесмены отказываются совершать отчисления в бюджет республики, поэтому показатели мы чуть не не хуже всех в Сибири. Только по официальным данным в тени бизнеса крутится 1,5 миллиарда рублей. Будем разбираться с рабочей группой, с каждым конкретным случаем. С каждым. Если тот, кто украл, значит догнать его. Если тот, кого обидели, защитить и вернуть то, что незаконно пытались отнять у него. А те, кто мешали работать, снять с работы. Поводом для волнения среди обычного населения по-прежнему остается ситуация с гриппом. Но Минздравию успокаивают. Вирус сдаёт позиции. Уровень заболеваемости идёт на спад. За последние недели, вот за прошедшие 3 дня этой недели, наметилась тенденция к стабилизации заболеваемости на высоких цифрах. Количество обращений за медицинской помощью за 3 дня, по аналогии с прошлым периодом, первые 3 дня прошлой недели, снизилось на 27%. В конце заседания Виктор Зимин отметил, что нынешний год для республики будет непростым, поэтому попросил кабинет министров побольше, цитата, «креативить», то есть не сдаваться и находить выход из любой ситуации. Виктор Буров, Игорь Брюханов, Вести, Хакасия.